Просыпайся. Просыпайся. Ну смотри, смотри. Это Алексей. Это Алексей. Ну так, знакомьтесь. Алексей родился на 31-й неделе беременности. На очередном осмотре оказалось, что мама не сможет выносить его до 40-й недели. И необходимо срочное кесарево. На вертолёте Викторию доставили из посёлка Тазовский в Новоуренгойский роддом. Алексей родился весом 950 граммов. Месяц он провёл в реанимации. А когда креп, его вместе с мамой перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. Сюда попадают малыши, которым необходима медицинская помощь. От обычной желтухи до серьёзных патологий. В том числе вот такие крохи, которые родились с экстремально низким весом. Сейчас уже страхов нет. Он уже ест из бутылочки сам. И всё сам делает. И в туалет ходит постоянно сам. А до этого он даже ходить не мог ничего. Постоянно делал симуляцию. Ел из нда. И находился в реанимации. В кувезе. Тогда было страшно. А сейчас уже не страшно. Уже полноценный ребёнок. Экстремальной массой тела для новорождённого считают вес менее килограмма. Сейчас в ОПНН два таких малыша. Алексей весит уже 2,100. Скоро их с мамой выпишут. Но вес – это не единственный показатель, на который ориентируются врачи при выхаживании детей, родившихся раньше сроком. Что такое недоношенный ребёнок? Недоношенный – это внеутробный плод. Понимаете, здесь всё и сказано. Плод, значит, есть максимальная, очень важная незрелость, функциональная незрелость. А внеутробный, значит, он находится в совершенно неподходящих для себя условиях. Агрессивных порой для него. Ведь самый лучший кивез – это что? Это утроба матери. Это идеальная система. Достичь её какой бы там ни было аппаратурой не так-то и просто. Для того, чтобы наладить работу всех систем организма торопыжек, так ласково в отделении называют малышей, появившихся раньше срока, детьми занимается целый штат специалистов. Это не только неонатологи, а ещё окулисты, терапевты, неврологи, медсёстры. Здесь все абсолютно замечательные и хорошие врачи и весь медперсонал. Я всем благодарна, что такое хорошее отношение к пациентам. Относится как к своим деткам, что к мамочкам. От медсестры, которая ухаживает за этим ребёнком, очень много зависит. Потому что ты должна прийти, посмотреть и даже по окраске кожи, по состоянию ребёнка, ты должна понять, что его данное время тревожит. Мать – это само собой, как бы она должна чувствовать этого ребёнка. А ты чувствовать ещё больше должна своими глазами, своим опытом. Медицинский персонал, как близкий человек. Потому что данное время, когда ты находишься с этим ребёнком и с мамочкой, ты должен быть самый родной человек для неё. Совсем слабые, недоношенные малыши лежат в кювезе, в специальном боксе с определённой температурой и влажностью, а также инструментами для интенсивной терапии. Потом их переводят уже в специальную кроватку с подогревом. В ней поддерживается комфортная температура, а сама форма имитирует ограниченное пространство, как будто малыш всё ещё в животе мамы. Такая ограниченная немножко среда. Здесь легче сделать физиологическую укладку, ножки расположить как надо. Всё это кажется мелочи, но в выхаживании этих детей мелочей просто не существует на самом деле. Оксана Салтановна, Алексей готов к выписке? Алексей на финишной прямой, скажем так. Кто-то ждёт детей из отделения патологии всего 10 дней, кто-то месяц и даже больше. Ожидания это томительные и волнительные, но только здесь способны выходить малышей и с желтушкой, и с маленьким весом, и с другими проблемами здоровья. Для этого в Новоуренгойской больнице есть всё – и современное оборудование, и квалифицированные специалисты, и самое главное – тёплые сердца, которые переживают за каждого ребёнка, как за своего. Гюли Димитрадзе, Алексей Емелёв, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.